Все, молодец, прямо по курсу и направо. В Арнаульский лицей 9 часов утра. В аудитории школьников пропускают по одному. 11-ти классники от волнения сжимают в руках паспорт и ручку. Кроме воды больше с собой ничего нельзя. Выпускник Эдуард Зубчук к экзамену по информатике готовился больше года. В своих силах уверен, но признается. Все равно волнительно, ведь на кону стоит поступление в ВУЗ. У нас учитель по информатике специально для нас, для семи человек, что у нас дают, проводил отдельные консультации. Оставлял нас после уроков, где-то часа на 3-4 в день. Нет того, чего бы я не знал, чтобы не написать на 100 баллов. Истинный мой враг, это моя невнимательность будет. Дисциплина, как в армии, но иначе нельзя, говорят организаторы госэкзамена. Оценка знаний должна быть предельно объективной. Все пункты сдачи ЭГЭ оборудованы видеокамерами, трансляция в режиме онлайн. Шуметь и переговариваться категорически запрещено. За этим все 4 часа, столько длится экзамен, строго следят общественные наблюдатели. В этом пункте их трое. Как видим, в пункте сдачи экзамена абсолютная тишина. И это неудивительно. Любое нарушение грозит серьезным наказанием. Так, если ученик возьмет с собой на экзамен телефон, он будет удален с экзамена без права пересдачи в текущем году, а его родителям будет выписан штраф. А вот если организатор, к примеру, подскажет школьнику, ему грозит штраф от 20 до 40 тысяч рублей. Кстати, в этом году в лицее экзамен по информатике пишет слабовидящий выпускник. Ему выделили специальную аудиторию, которая также оснащена системой видеонаблюдения. У него спецрассадка, то есть он один сдает в аудитории, у него будет увеличенный шрифт, кем с увеличенным шрифтом, и увеличена продолжительность экзамена на полтора часа. Оценивать работы начнут уже завтра, а результаты станут известны максимум через 10 дней. Отметим, выпускникам в общей сложности предстоит сдать пять экзаменов, три по выбору и два обязательных, русский и математику. По ней экзамен пройдет 30 мая. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. Наши новости.